еще раз добрый день я постараюсь вам быстренько насколько это возможно рассказать громадные теме связанные с ремонтами вообще это один из самых больших наверное бизнес процессов которые существуют на любом предприятии и он цепляет огромное количество служб подразделений там от производственных цехов до там технологов проектантов отделов закупок и так далее собственно говоря что послужило непосредственно мотивом для того чтобы заняться внедрением системы ям до системы управления активами так скажем ну банальные вещи деньги да то есть мы хотим сокращать постоянные затраты но ремонт и является той статьей которая у нас в частности регулярно росла где-то на 20 процентов среднем погоду при этом обосновать толком наши ремонтники такой рост не могут да то есть почему там 20 процентов они 50 почему там тратится 300 миллионов они 400 или там не 200 наоборот вот поэтому соответственно нам необходимо было еще осуществить осуществить прозрачность с точки зрения планирования денег второй момент это то что часто работы которые необходимо выполнять там либо по киповской части какой-то либо может быть по механической пересекаются и когда у вас отсутствует система электронная до с точки зрения планирования этих ремонтов то необходимо производить достаточно сложные процессы согласования этих ремонт то есть чтобы не получилось так что сегодня остановили производство вывели в ремонт там какой-то насос его отремонтировали вот а завтра запустили послезавтра снова остановили чтобы отремонтировать там я не знаю какой-нибудь двигатель на том же самом месте соответственно тоже решает те же самые проблемы ну и следующая информация это отсутствие легкодоступной информации об оборудовании опять же скажу тот же самый насос может стоять в десяти разных местах да то есть сегодня он стоит на одной позиции его отремонтировали вернее он сломался отдали в ремонт на его место поставили допустим какой-то его заменяющий его отремонтировали поставили в резерв и после этого он ушел тоже на какую-то другую позицию соответственно никакой истории с точки зрения того что случилось с этим насосом быстро получить невозможно ну и естественно возникала еще необходимость в подготовке кадров связанных с проведением ремонтов то есть создание технологических карт на наш взгляд позволит нам снизить так сказать требования и квалификации персонала и упростить способы передачи знаний до которыми обладают более старшие товарищи я могу привести пример из личной жизни у меня был сосед который работал слесарем у нас на заводе вот он говорил что я когда захожу в свой цех когда там происходит какая-то неисправность я по запаху определяю что там сломалась вот этот вот опыт по запаху передачи его собственно говоря надо поставить достаточно большое количество времени чтобы молодые кадры как-то могли также по запаху что-то определять вот но и естественно когда люди цепляются за рабочее место то делиться часто информации они просто не хотят вот а технологические карты как раз позволяет нам решать эту проблему а ну и раз мы на форуме которым говорим о индустрии 4.0 да то есть мы должны понять собственно говоря где мы находились в тот момент времени когда мы предполагали заняться ремонтами да то есть вот есть существует такой активный подход к производству до проактивные и предиктивные управления вот мы находились собственно говоря около активного подхода я не знаю там если у нас компании которые находятся где-то дальше вот я таких не знаю дай бог конечно чтобы их было больше коротко не буду останавливаться там на том как мы вели проект скажу ли что да мы при и всем советую привлечь подрядчиков с точки зрения ну по крайней мере мы привлекали с точки зрения методологии потому что сразу могу сказать что это проект не спринтерский то есть его невозможно сделать там не за месяц не за два не за год все люди должны кто ввязывается в этот проект понимать что он идет буквально на года едва ли не на десятилетие с чем это связано я скажу чуть ниже вот коротко лишь скажу что приходится перелопачивать огромное количество информации связанные с оборудованием с ее классификации с определением местоположения с выстраиванием взаимосвязи между различными подразделениями на предприятии это достаточно сложно и приходится часто ну просто где-то ломать менталитет просто людей иначе просто это реализовать просто невозможно и поэтому еще раз говорю если вы вяжетесь в эту тему то будьте готовы что вы потратите на это годы годы из жизни какие проблемы у нас были но я то есть частично я уже затронул то есть эта методология технические недостатки самой системы 1s taer мы кстати к методологии подключили компании простоев нет достаточно интересная фирма которая именно специализируется на создание вот этих вот систем то есть идеологии да вот этих вот систем связанных с ремонтами мы выбрали 1s taer по нескольким причинам то есть это потому что у нас все в общем то говоря на 1s и нам легче это сопровождать второй момент то что 1s декларировала что они взяли идеологию именно простоев нет к сожалению мы убедились что на самом деле 1s немного слукавило и мы даже устраивали очную ставку между специалистами 1s и простоев нет и выяснилось что часть функционала просто задекларирован но он не реализован поэтому пришлось еще ну и приходится по настоящее время допиливать сам 1s управление человеческими ресурсами то есть вот то что я уже сказал то есть приходится ломать менталитет плюс из-за того что проект очень долгий часто люди теряют мотивацию ну на то чтобы что-то делать дальше то есть иногда даже то есть наступают такие точки когда необходимо какие-то темы просто проламывать а у людей уже просто нет сил и поэтому вот с мотивацией здесь никакой точно трудности ну и самое главное это перестройка всех бизнес-процессов компании практически вот нет ни одной темы который бы не затронул таир и это наверное самая сложная самая глобальная часть потому что есть где-то уже устоявшиеся какие вы какие-то формы где-то взаимоотношения плохо выстроены где-то люди чего-то боятся и вот это вот сломать допустим то что там в одной в четырех бумажках одна и та же информация там должна допустим присутствовать да и вот мне важно распечатать там 40 раз подписать 25 раз отметить и чтобы там какой-нибудь проклятый рост технадзор никого не наказал вот это вот наверное самое страшное ну постараюсь коротко рассмотреть задачу на примере нашего одного насоса то есть как мы подходили вообще к решению этой темы то есть но есть некий насос фирмы ксб и мы должны получить информацию собственно что мы о нем знаем да то есть мы знаем что он стоит цехе номер 22 на такой-то позиции на такой-то в таком-то корпусе в такой-то отметке и в таком-то ряду в такой оси вот ну и что собственно говоря мы знаем про эту позицию да то есть мы сразу вот справа в правой части правой части увидите да цех корпуса отметка ось ряд то есть возникает такая организационная иерархия далее мы определяем то есть он же не просто так стоит да где-то он связан как-то с технологией то есть есть технический регламент который говорит о том что этот насос перекачивает одну бяку с одной стороны в другую в другую сторону да и здесь возникает иерархия технологическая установка стадия узел позиция ну и ко всему прочему откуда взялась эта технологическая вот эта вот иерархия она взялась из проекта то есть так или иначе это связаны непосредственно еще с проектом когда существование этого насоса по сути только задумывалось и вот идет увязка в результате получается между проектом технологическим регламентом и непосредственно оборудованием которое должно стоять на конкретной точке но собственно говоря мы еще должны занести информацию относительно того что самый себя насос что-то представляет то есть его модель его характеристики да то есть его периодичность ремонта его мощность там и так далее в результате мы получаем кучу взаимосвязанных вещей да то есть здесь возникает еще он же не просто так работает он еще питается от электрической иерархии какой-то да то есть выстраивается иерархия от гпп до электро электрического счета и так далее и так далее и тому подобное то есть выстраивается еще сеть трубопроводов в результате получается так что нам необходимо работать с несколькими сущностями которые так или иначе описывают наш вот этот вот объект ремонта и сразу могу вам сказать не построив вот подобных иерархий то есть зачем они вообще нужны так много да зачем так описывать ну казалось бы есть единицы оборудования ну склепайте на него там всякие заказ наряды на ремонт и или там планы поставить ппр и там и так далее зачем все вот это вот муть то есть его положением конкретном месте в конкретной точке что это дает это дает на будущее построение систем модель управления рисками построение систем управления надежностью и построение собственно говоря взаимосвязей между единицами ремонта то есть дальше это позволит вам управлять уже человеческими ресурсами да то есть управлять вашим оборудованием и понимать что допустим выход этого насоса ну нам ничего не стоит по одной простой причине что у него есть дубль да и допустим ремонт его можно отложить а вот есть вещи которые там критичные и они влияют там счетом на что-то да и эти ремонты надо организовать максимально быстро то есть именно для этого существуют эти иерархии то есть для последующих построения вот этих в рисковых моделей и моделей связанных с надежностью вот то есть опять же следует сказать что в системе мы учитываем не только описательную вот эту вот часть связанную с насосами с его положением в тех или иных иерархиях но и непосредственно то как он работает да то есть он может стоять на позиции но ни черта не работать то есть у него может быть маленький пробег какой-нибудь да условный вот для чего это надо да чтобы мы понимали насколько то есть мы должны вообще производить какие-то ремонты до какие-то работы на нем или не должны при планировании то есть это все учитывается то есть но в частности система якогава у нас забираются данные да о насосе то есть конкретно в двадцать втором цеху да и помещаются в систему taer вот но кроме всего прочего можно сказать следующее что на предприятии не один же такой именно насос используется да их может быть порядка тому сотни и тогда имеет смысл не работать не с каждым насосом конкретно и не на каждый насос там делать технологическую какую-то карту да по по методам как его обслуживать а имеет смысл разбить на классы подклассы и модели и уже работать не с там тысячами единиц оборудования а там с сотнями ну вот в частности у нас порядка 40 тысяч единиц то есть механического 5000 электрического 9000 и киповского 26000 единиц сразу могу сказать что самая сложная работа это с киповским оборудованием и здесь он мы испытываем ну достаточно большие проблемы еще настоящий момент с механикой и электрикой там более все менее понятному с точки зрения их там классификации там и так далее далее ну все мы знаем что оборудование состоит из узлов естественно это разузловка тоже помещается в систему ну и коротко пройдусь о том как фиксируется у нас ремонт то есть понятно что есть плановые внеплановые ремонты внеплановые это тогда вот она бах случилось поломалась необходимо что-то делать плановые это когда ну планово предупредили ремонт и я думаю что все вы знаете что это такое собственно говоря если отличие планового от внепланового ремонта в нашей системе это то что мы должны встроить в процесс то есть исполнение ремонтов наш вышедшие строя насос то есть в этом цеху условно говоря да вот если он сегодня там пол поломался его надо необходимо сделать то есть кроме него необходимо провести еще какие-то плановые работы соответственно при формировании плана на оперативного плана на ремонт на задание на наряды это все встраивается в системе уже непосредственно в процесс ну и тогда когда обнаруживается но всякие неисправности да то есть возникает некий симптомам с обязательно обязательно фиксируется в системе определяется потом дефект специальными людьми до создаются наряд на ремонт то есть те люди кто должен должен отремонтировать ну и в к в конечном итоге формируется акт выполненных работ ну а тогда когда у нас идет плановая работа то вещи связанные там с определением симптом дефектов они ну просто проходят мимо опять же вот могу показать график планового ремонта то есть он формируется автоматически то есть годовой сначала создается годовой график ремонта оборудования где согласовывается как раз вот эти вот все виды ремонтов работам кайр-тр там то там vd это у нас вибро диагностика определяется определяет система то что можно объединить да и это облегчает людям жизнь с точки зрения планирования ремонтов потом на основании графиков делается уже месячные месячные графики на основании месячных делается уже оперативные ну вот то есть это здесь пример план наряд график далее то что касается технологических карт в данном случае мы подошли так скажем вплотную к созданию то есть я не могу сказать что мы прям полностью закрыли все создали технологические карты еще раз говорю это большой длинный путь долгий марафон но часть оборудования мы уже занесли то есть мы знаем что какие работы необходимого какие операции проводить какими ресурсами какие потребуются материальные материалы и запчасти какие потребуются человеческие ресурсы то есть это все описывается в технологической карте и технологическая карта привязана к модели то есть соответственно вот для чего нужны модели да то есть чтобы вам не привязывать к 40 тысячам единиц оборудования каждую индивидуальную карту то есть вы по моделям разобрались сделали технологические карты технологические карты автоматически привязались уже к вашим единицам ну то есть здесь на этом слайде про демонтаж монтаж и так далее то есть что еще важно выстраиваться вот такие матрицы взаимосвязи то есть какой последовательность необходимо осуществлять ремонт да то есть замена допустим какого-нибудь подшипника связано с тем что необходимо снять защитную муфту там еще там какую-то там защитный кожух там и так далее и вот таким вот образом добирается до последнего того нужного вам элемента что еще важно сказать то есть мы поскольку в технологических картах учитывается трудозатраты мы должны фактически представлять себе то время за которое реально люди справляются до получается так что изначально мы используем справочную информацию там киселев да есть справочник до насилия того какие операции там что там и так далее но жизнь показывает что часто нормативы они просто завышены и вот сами для себя мы придумали такую вот идею это маркировать оборудование и делать так что когда мастер приходит ремонтировать тот или иной объект он отмечается да то есть при помощи специальный специального устройства мы там развешали развесили рфит метки которые привязаны к конкретным единицам оборудования и там сделали такое специально хитрое устройство да то есть волга пром автоматика нам кстати в этом помогла единственно нас есть проблема сейчас связана с ее взрывозащитой то есть надо разобраться как там это все сертифицировать как все сделать вот чтобы можно было уже в любом участке нашего предприятия его применять вот то есть люди отмечаются грубо говоря бибик бабак да там все отметилось пришли в базе данных это все тоже отразилось и мы знаем сколько когда ремонт начался какой длительностью он был и кто его собственно говоря проводил еще одна такая большая тема связанная с учетом товарно-материальных ценностей то есть можно сказать следующее мы провели огромную работу то есть все вы понимаете опять же что тоже насос он состоит из каких-то там запасных частей да какие-то детали и вы понимаете также то что когда вы покупаете допустим какую-то ту или иную запчасть то у вас могут быть разные поставщики разные поставщики могут назвать эти детали абсолютно по-разному да и вот на одном и том же болте например то есть нам нужен некий талон связанный с названием да что вот болт такой-то они там вот там 3 м2 там 2 м6 там и так далее то есть все могут написать его по-разному то есть нам необходимо получить некое талонное название и вот на существующее оборудование мы на существующих номенклатурах мы провели анализ при помощи информационной системы бизнес-аналитики в частности это click view то есть мы взяли те материалы и запчасти которые у нас использовались за пять лет по моему и прогнали в системе из них мы вывели вот из 30 тысяч номенклатур тур мы получили 6000 талонов и 16000 уникальных номенклатур то есть мы уже можем оперировать некими обобщенными элементами которые впоследствии там привязываются к номенклатурным номера к номенклатурам которые приходят уже там на товарных накладных то есть для чего это надо условно говоря вам надо заказать какую-то запчасть или там вам надо найти какую-то запчасть и для системы учетный они все будут на пи записаны по-своему да то есть болт м6 болтом 6 м там и так далее а вот через эталон произойдет увязка и то есть если вы будете искать какой-то этот болт то вы можете найти его на каких-то кладовках складах там на предприятии которые есть да если у вас разные номенклатуры ничего их не объединяет по поиски значительно усложняются ну то же самое связано опять же с заказом запчастей то есть чтобы вам не заказать не заказывать лишнее что это дает это дает экономию просто денежных средств они не замораживаются на складах бестолковым хранение запасных частей которые там их мог может на миллионы и миллионы рублей вот но по-хорошему откуда должны появляться собственно говоря эталоны то есть эталоны пмц из спецификации номенклатур то есть да и спецификации которые идут от проектов то есть пока проектно-конструкторский отдел или там я не знаю какая у вас там служба это работает должна передавать цифровую документацию в единую базу данных да и после этого это должно распространяться и в таир в учетную систему там в частности у нас 1с и trp и повсюду до чтобы вот эти вот операции связанные с аналитикой которую мы делали в клике не приходилось повторять там ну достаточно регулярно что дальше еще хотел бы вам сказать по этому поводу значит а очень интересная вещь связанная с bc x y z анализом я подробно не буду говорить о нем скажу лишь коротко что выделяется те номенклатуры то есть бывают да то есть вы используете их редко допустим и они дорогие это там относится к одной группе да вот это вот как раз классификация по а папа а bc x y z есть например который вы используете часто и они дешевые то есть еще там смотрится регулярность потребления вот когда мы первый раз провели такой анализ в результате у нас показалось оказалось так что у нас все значит используется нерегулярно заказываются да и и неважно там дорогие они или дешевые то есть у нас все ушло в там в правый там нижний нижний квадрат но сначала расстроились подумали что у нас система работает не так потом на самом деле подумали и оказалось что на самом деле система вот это вот анализ подтверждает то что у нас большая часть ремонтов проходила по не по планово предупредительным каким-то вещам да вот по внеплановым работам до точно есть внеплановые работы преобладают исходя из этого и получается такой анализ поэтому если вы проанализируете у себя и увидите вот такую же штуку которая получилась у нас то это знаете просто у вас плохо организованы ремонты как это собственно говоря было и у нас да вот в результате что мы должны получить да то есть мы должны получить вот такой вот бизнес-процесс который дает и спецификации нам товар номенклатуры конкретные дальше необходимость возникает там в формировании внутренней заявки однозначной и однозначная заявка уже поставщику то есть дальше поступление тмц и выдачи то есть вот этот вот процесс должен максимально упроститься по возможности уже дальше автоматизироваться чтобы система следила относительно наличие тех или иных запасных частей под те или иные ремонты под те или иные работы которые необходимо будет выполнять по графику далее системе как это все у нас описано то есть существует огромное количество справочников которая осуществляет хранение этой информации до их взаимосвязи то есть вот если рассказывать по каждой схеме это просто уйдет безумное количество времени единственное скажу что вся вот эта вещь связанная с ремонтами это на 80 там если не на 90 процентов работа с информации с ее систематизации классификации и даже сейчас пройдя достаточно большой путь мы возвращаемся к началу а именно к подготовке нормативно-справочной информации потому что в какой-то момент кто-то там неправильно сделал модели кто-то неправильно отнес ну там допустим я приведу ситуации есть там некая емкость есть насос в этой емкости и вот люди ну не понимают что они ремонтируют часто не емкость как таковой они ремонтируют насос то есть и получается так ремонтируя насос они относят затраты на емкость а нам надо чтобы они отрасили относили затраты на насос и материала до всей работы и так далее потому что этот насос может сняться да и поставится какое-то другое место и мы потеряем просто информацию да то есть здесь очень серьезная работа с точки зрения именно систематизации информации ну и ближайшее будущее то есть мы планируем использовать taer для плане для осуществления управления людьми то есть сократить то есть людьми которым выполняют работы сократить количество человек которые обслуживают сейчас у нас идет привязка к то есть за определенный цех определяя отвечают определенные люди да за определенный участок тоже определенные люди и взаимозаменяемости там между цехами не существует практически вот так мы представляем себе как это будет работать то есть чтобы была максимальная загрузка ну и естественно улучшить планирование улучшить наши приборы то есть мы хотим чтобы вот эти вот аппараты еще у нас могли считывать вибрации оборудование да то есть чтобы обходчик мог уже иметь представление о том как развиваться процесс ну и в дальнейшем уже конечно хочется построить рисковые модели модели связаны с работой с надежностью дабы предупреждать некоторые ситуации связанные с выходом из строя оборудования это уже так сказать наши мечты то есть здесь вот на красивых графиках таких мы представляем себе как это будет работать и как будет работать у нас группа по надежности вот но и сейчас я хочу сказать что мы где-то находимся в активном подходе то есть мы до делаем отчеты до пытаемся считать коэффициенты вот ну и надеемся что когда-то мы пройдем в про активный подход подход к производству отход это отдельная история вот подход и настанет у нас светлое будущее спасибо не презентация просто отличная да то есть я сразу вспомнил про лопаты штыковые штыковые лопаты что это одно и то же это так и есть я хотел все-таки спросить если можно даты с первым про пользуясь случаем что я веду стол круглый да все таки какие промежуточные эффекты да то есть насколько вам удалось а ну оборачиваемость повысить да то есть я явно вы считали эти показатели хотя бы для понимания да были тут стали здесь и второй момент да то есть так как вы классифицировали полностью все оборудование ну вот те позиции которые вы показали вели эталоны и так далее насколько это упростило создание по вот тех ремонтов карт ремонтов да то есть и самое главное в численности персонала получили бы какой то уже эффект а ну если совсем так сказать откатиться в историю дату на самом деле мы подходили к таиру несколько раз то есть 2008 года потом был большой ну как мы там делали 2007 где-то год потом 2008 потом была пауза где 2010 и вот 13 14 да то есть вот вернее как с 15 по сути мы еще раз начали да уже более глубоко то есть могу сказать так тогда когда вы проходите этапы связаны просто с тем что у вас оборудование все оказывается в системе вот то вы уже упрощаете жизнь с точки зрения планирования ремонтов но от ремонтов или тех или иных работ потому что у нас опять же есть ремонты связанные по состоянию оборудования то есть там используется вибродиагностика там так далее нам удалось сократить количество человек которые принимают участие в ремонтах то есть у нас был цех в районе 700 человек то есть который занимался исключительно ремонтами сейчас занимается четыреста двадцать по моему так вот если не что то и значительное сокращение персонала конечно произошло вот хорошо это или плохо одну для людей конечно которых сократили это плохо вот но с точки зрения там управлениями затратами да хорошо потому что мы на конкурентном достаточно рынке работаем и мы должны постоянными затратами управлять вот дабы просто предприятие сохранилась с точки зрения закупки запасных частей и материалов тут вот у нас пошла тенденция на сокращение остатков на складах то есть вот именно бестолковые вещи когда покупаются и ну то есть делается заказ да и они падают на склад и вот там лежат то есть это по сути замороженные деньги то есть тоже нам могу сказать что поскольку у нас шли инвестиционные проекты это там сложно посчитать да то есть имеется ввиду эффект потому что там закупались под конкретное но но точно могу сказать что те количество запасных частей которые грубо говоря купили там условно там в четырнадцатом году и она пролежала там до семнадцатого и не ушло такого практически сейчас уже нет то есть это ну нонсенс лежат там с двухтысячного года какие-то вещи да там с пятого шестого седьмого там да это есть а вот последний нет вот они уходят спасибо еще вопросы да спасибо большое за вопросы вот как раз самое сложное это вообще касается это как биться головой об стену вот если честно да и мы тратим очень много сил и нервов именно по смене подхода до менталитету и здесь я не могу сказать что мы все 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 проблемы решили то есть к сожалению есть еще сопротивление связанная со стороны там тех же самых руководителей ремонтов да кто занимается дирекция по ремонту в частности там или дирекция по производству потому что многие вещи особенно когда связано с наполнением базы данных люди не понимают а на кой то есть и потому что особенно на первых этапах то есть но эти моменты решаются путем вот самое главное да если у вас генеральный директор будет заинтересован в проекте или там не знаю собственники или еще там кто-то да к сожалению использовать именно ресурс генерального директора надо будет достаточно часто то есть именно чтобы проламывать я беру на себя ответственность важная вещь чтобы он мог сказать под мою ответственность до делаем вот так потому что мантры из разряда придет русских надзор нас всех тут это ну понятно что вот это ну я не знаю у меня уже в ушах они просто звучат звенят там я не знаю бог знает что и если будет опять же воля со стороны генерального директора то тогда вы эти проблемы решите если этой воли не будет я вам клянусь вы ничего не сделаете потому что ну и если не будет поддержки там условно говоря там дирекции по производству или там дирекции по ремонту не один я как главный экономист ну как бы это главное так скажем у нас экономическая должность я могу сказать что там ресурсов у нас нетом директора по финансам экономики да вот я вот такой никакой там директор по финансам экономики ничего этого не проломит вот сто процентов без поддержки директора лучше генерального однозначно то есть потому что как бы а второй вопрос был связан с какие-то ответвления а вот как раз связано именно очень серьезно нам необходимо будет пересматривать работу нашего проекта проектно-конструкторского отдела это прям колоссальная такой момент потому что получается как взаимосвязь между то есть мы допустим создаем нечто какой-то новый производ сейчас да там у нас воском шумят мы такие злодеи пытаемся построить новое производство карбомата и м.н. там мы такие злые нехорошие там и прочее то есть папа потрясающая вообще абсолютно вещь хотя хотим сделать наоборот хорош хорошие очень дело вот делается новый проект взаимодействие между то есть мы должны понимать у нас есть позиция куда встанет то или иное оборудование то есть мы должны иметь характеристики этой этой позиции то есть какая среда там что там да то есть что должно перетекать какие температуры какое давление там и так далее то есть именно инженерная часть и вот это вот инженерная часть должна переехать в проект из этого проекта она должна попасть уже в нашу ну то есть уже в реализацию да и в нашу же систему как описание позиции куда становится тот или иной насос потому что один насос может один тот же насос может перекачивать условную воду да может перекачивать там серную кислоту понятно что у него разные условия абсолютно эксплуатации жить он будет разное разные условия да у них будут вот и вот это вот взаимосвязь между пока там и технологами она однозначно должна ну тут в тут выстраивается и мы как раз упираемся вот сейчас вот в эти вещи то есть есть масса там предложений и так далее потом второй момент связанный с почему мы хотим вот мерить вот эти вибрации там и так далее там температуры и прочие штучки-дрючки да вот здесь я не знаю симонсон там будет показывать или не будет то есть это вот когда интернет вещей то есть нам очень интересна в принципе эта тема вот чтобы люди не ходили там не прикладывали не мерили а стояли там датчики и в систему куда-то скидывали информацию вот это было бы замечательно я видел уже примеры того как работают как люди прогнозируют но это конечно не нашего уровня компании это там всякие роснефтегаза роснефтегаза господи роснефти роснефтегаз от контора из трех человек роснефти там газпром нефти там еще там бог знает кто вот поэтому вот там вот эти вещи они реализованы там достаточно интересно но это безумно дорого это вот то куда мы сейчас мы то есть в область производственной аналитики еще да то есть от таира идем в область производственной аналитики причем режиме реального времени то есть как мы потом можем используя таир экономить в том числе на сырье потому что в зависимости от состояния оборудования да у нас непрерывные процессы у нас там всякие жидкости перетекают и всякая такая ерунда у нас ключевой момент в наших статьях расходов это сырье и если мы хотя бы хотя бы нам удастся на один процент вот честное слово если даже хотя бы на один процент был лучше с точки зрения погрешности вообще да то мы будем экономить на просто сотни миллионов рублей вот ежегодно то есть сразу этот это вот те перспективы которые могут открываться в том числе при помощи таира вот то есть мы ударяемся в область производственной аналитики мура вы ударяемся в область проектирования там и так далее то есть ну и соответственно аналитики уже там экономической да то есть составляющей отлично да давайте последний вопрос чтобы нам уже дальше не затягивать вот смотрите то что касается эффекта нам удалось то есть сокращение персонала да я уже сказал вот соответственно нам удалось сократить расходы на ремонт и порядка час по разным годам по разным конечно но в среднем где-то порядка десяти там 15 процентов у нас сокращение прошло то есть у нас сейчас в принципе если идет какое-то повышение там я не знаю расходов то это часто связано с тем что мне знаю рубль девальвировался там или счетом что-то да то есть они то что мы не имеем представление относительно того чем там ремонтировать то будем вот то есть в этом смысле конечно стало лучше но опять же я говорю нас еще очень долгий длинный путь и мы по многим вопросам зацикливаемся назад да то есть вот мы хотим сейчас сделать эти технологические карты вот додавить их до конца то есть опять же то есть и это итерационный процесс понимаете постоянно по кругу вы улучшаете 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 вы каждый раз где-то находите узкое место и снова приходится иногда возвращаться назад потому что вот 80 процентов или там 90 я говорю вот связано с нормативно справочной информации то есть насколько качественно вы систематизировали ваша информация которая у вас есть то что касается команды работает в постоянном режиме порядка десяти человек это представители механиков электриков кип это представители айти естественно еще мы нанимаем иногда персонал вот дополнительно там студентов каких-нибудь если надо вводить большие объемы данных да вот мы чего-то там нашли и вот взяли наняли они какой-то период отработали задувасили туда до данные и забыли то есть они там ушли вот очень много проблем связано с перестройкой бизнес-процессов то есть это вот я говорю самая сложная часть часть нам удалось сделать часть нет ну вот надеемся на поддержку еще со стороны генерального директора в частности спасибо александр плач огромнейшее спасибо да то есть за доклад давайте поблагодарим доклад спасибо вам